Окей, я попробую это сделать. Я ни хрена не знаю, как это. Я была готова работать хоть бесплатно. А интервью или как? Ну, короче, собеседует. И чувак сверху начал сверлить. Не знаю что, но это было настолько громко, что я даже себя не слышала. И в итоге я могла нормально заболеть, знаете, там, и не переживать, что там все сломается. Ребята, всем привет! С вами Елена Литвинова. И сегодня мы с вами поговорим про собеседование. Достаточно много поговорим обо всем. Я постараюсь все мысли, которые у меня есть, вынести на камеру относительно этого всего. Опыт собеседования у меня достаточно неплохой. То есть это и собеседование в студии, когда ты хочешь, например, делать сайты. То есть мы про веб-разработку, естественно, будем говорить. Это также собеседование в Яндекс и собеседование в Панк, которое скоро у меня будет. Еще не проходило, но уже дата намечена, и скоро буду пробовать и эту тему. Чтобы вы понимали, Фанк – это мировые компании Facebook, Apple, Amazon, Google и Netflix. То есть это такая аббревиатура, состоящая из вот этих компаний, в которых тоже хотят работать люди. Также мы с вами поговорим про различия в собеседованиях, естественно, как готовиться. Про резюме поговорим, про софтскиллы поговорим, действительно ли это нужно. Про зарплату немного. Я, в общем, тут выписала некоторый списочек, о чем мы должны поговорить. И про страх и волнение. И обо всем этом мы с вами покроем в текущем видео. И, конечно же, не забываем подписываться на канал, ставить колокольчики, чтобы не пропустить следующее видео. И поехали разбирать тему собеседований. Окей, ребят, собеседование. Извечный вопрос, наверное. Давайте я немножко расскажу о свой опыт, который у меня, в принципе, был. Я уже рассказывала видео про 14 лет программирования или что-то в этом роде. В общем, первая моя работа была в университете. Когда я окончила университет, я была стажером. И, в целом, это был хороший опыт в плане... Ну, то есть, как я сначала училась, и я зарабатывала вообще ноль. И для меня это было нормально. Ну, то есть, я вообще даже не знала, сколько можно толком зарабатывать в программировании. Я представляла, что там есть деньги, и что это хорошее направление, в котором можно развиваться. Но я совершенно не знала, что там реально можно хорошие деньги поднимать. И на тот момент, мне кажется, это было очень классной вещью, благодаря которой я в итоге смогла продвинуться. То есть, я не была слишком зациклена на деньгах и на заработки. Я была готова работать хоть бесплатно. Я была готова работать, чтобы меня научили быть стажером. И вообще, я была готова делать все, что там скажете. Я буду учиться, и все. Ну, то есть, и сначала, соответственно, я... Когда я училась, окей, это был университет. Я узнала, что там есть интернет-центр. И я у ребят училась, которые работали в интернет-центре. У них там была даже своя студия, они организовали. Вообще, очень крутые ребята. Это они даже всю сеть Тверского государственного университета поддерживали. Там и писали уже на языках Батент, Рубион, Рейлз и Парсер. Или как он там назывался, не назывался, не помню. Короче, возможно, вы слышали этот язык от студии Артемия Лебедева. Вот. И, короче, на вот этом языке. Они не признавали PHP и считали, что это какой-то не очень язык. И, наверное, поэтому я так и не стала никогда писать на PHP. Хотя, ну, наверное, нормальный язык, да. Вот. И, в принципе, вот таких ребят училась. Училась верстать изначально, потому что мне это просто нравилось. Мне было по кайфу вообще представлять макеты и это все делать. Соответственно, как я проходила первое собеседование, чтобы взять меня в стажировку, я просто пришла в интернет-центр тогда и сказала, ребят, я готова делать все, что вы скажете. Просто возьмите меня. И я хочу у вас работать. Я прям очень этого желаю. И меня взяли. Ну, то есть, там уже стажировка там прошла, там были наборы, длились. Но я как-то вообще прокукала это все из-за своего зрения. У меня оно было плохое. И иногда я ходила без очков и ни хрена не видела относительно всяких объявлений, там каких-то интересных вещей. Вот. И в целом вот так. Я просто очень хотела работать и я хотела, чтобы меня взяли. И я совершенно не задавалась вопросом, а сколько мне за это вообще платить будет. Я была готова работать бесплатно. Соответственно, что дальше? Дальше, когда я уже научилась и начала выполнять заказы, верстать, мне начали давать проекты под заказ и прочее, прочее, я старалась всегда все делать. Любую задачу, которую бы мне, в принципе, не давали, ну, типа, Лена, надо реализовать вот это. Для меня не было слова, знаете, невозможно. Ну, типа, окей, я попробую это сделать. Я ни хрена не знаю, как это делать, но я буду пробовать это сделать. И я помню, у меня был один проект про, когда мы переделали сайт Перского государственного университета. Я помню, меня позвали тогда. И типа, Лен, вот мы хотим полностью отредизайнить весь веб-сайт. Будет очень современно, очень круто. А чтобы вы представляли Тверской государственный университет и весь сайт вот этого комплекса, ну, то есть это когда много корпусов, много кафедров, деканатов, там вообще куча всякой отчетности, там всякие расписания, ну, короче, это огромный вообще сайт, в котором есть куча подразделов, это просто. И, естественно, на тот момент должен был еще работать по интернет-экспор 6, и у меня это не всегда получалось хорошо. Ну, как скажем, я тогда верстала, я очень переживала, что у меня не получается сделать, чтобы галерея там не тормозила, и как-то это все писала. Но, тем не менее, я старалась и просто делала свою работу, как могла ее делать. Эту версию, которую я делала тогда, ее не приняли. Ну, то есть там отвергли дизайн, что-то не зашло в итоге, там была уже сделана какая-то часть, но в итоге от нее отказались. Эту версию, которую я сейчас показывала, она старая, то есть еще когда я там в 2011 году была, то есть это более старая версия, хотя сейчас, когда я кликала, там уже было какое-то более новое меню, что-то там такое. И так, в принципе, я дальше росла, развивалась. Чтобы вы понимали, понимание языка и JavaScript, скрипта и умение писать более такой лаконичный, хороший код, у меня вообще далеко не сразу пришло. Я очень долго вообще не очень любила свой код, как я пишу. И, в принципе, мне кажется, это классная схема, когда вы действительно смотрите на код месячной давности и понимаете, о боже, что это какой кошмар. То есть это был рост, это было здорово. Потом в плане собеседований пошли такие компании. Ну, я решила, потом я работала там с Борисом уже, я уже научилась бэкэнд делать, я уже научилась всякие штуки пилить. И, ну, то есть вообще ребята там были реально вот в этом интернет-центре какие-то суперкрутые, то есть они полностью разрабатывать могли целиком сайты, то есть взять какой-то продукт, да хоть магазин и целиком в одно лицо это сделать. У меня это на самом деле не всегда получалось, то есть у меня большую верстку уходило, ну, клиент, то есть JavaScript, тогда еще не было вот этих реакторов, там jQuery был. И мне было сложно там полностью весь бэкэнд взять, но тем не менее впоследствии я его изучила, там уже три года практически прошло, и начала писать на Ruby on Rails. И в целом, ну, даже неплохо так справлялась, но при этом я все равно себя не чувствовала каким-то хорошим супер бэкэнд разработчиком. Вот, потом, когда я начала собеседоваться дальше, мне захотелось попробовать в Москву, я уже понимала, что могут зарплаты какие-то классные получаться, то есть, наверное, в году 2013-2014 у меня получалось где-то около 40 тысяч в месяц зарабатываться. Это была очень нестабильная зарплата, иногда могло вообще практически ничего не быть, иногда могли не заплатить за проект, и это тоже реальность, и даже если этот проект заказывало правительство, такое тоже было, и могли не заплатить, когда правительство случайно сменилось. Но в целом было нормально, как принимаешь действительность, идешь, пробуешь, стараешься, делаешь дальше, двигаешься. Потом наступили моменты, когда я начала готовиться в Москву, и, соответственно, хотеться прособеседоваться в студию, это была компания Астрошок, и как я собеседовалась туда, очень переживала, я готовилась по JavaScript, вообще все вот это готовила. И что спрашивают обычно в студиях? Но в студиях, вот если вы хотите устроиться, где делают сайты, либо какую-то вот такую систему, обычно спрашивают про язык программирования, также, например, какие проекты делали. И что касается вот как раз резюме, здесь, наверное, стоит упомянуть, что я обычно никогда не смотрела, как делаются резюме именно в настоящем, ну, знаете, там, фоточку тут, там, описание и так далее. Ну, то есть, примерно, да, там фотка, наверное, прикольная должна быть, должно быть это описание, ну, там, почта твоя, не знаю, телефон не уверена. Я вообще иногда сейчас побаиваюсь размещать телефоны в интернете. И, ну, короче, наверное, телефон, да, был, какая-то информация по возрасту и, конечно же, опыт, что делал и прочее. Мне здесь, конечно же, очень нравилось показать, смотрите, ребят, я вот сделал вот этот сайт, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. И все это я сделала, там, например, за вот этот период. И я умею делать, я умею работать, я, как бы, классная. И, в принципе, когда я проходила собеседование, тогда в Астрашок и еще там злые марсиане были, я шла вот полностью с вот такими началами, что я прям готова, я готова работать, готова делать, вот это все есть. И, конечно же, готовилась к JavaScript, чтобы будут собеседовать. Но при этом мне как-то очень в Астрашоке повезло, мне вообще не спрашивали техническую часть, мы просто поговорили за жизнь. И, ну, я еще показала, какие проекты делали, и мне просто сказали, вот, держи первый проект, попробуешь, там, справишься, ох-не-ох. И в дальнейшем... Надеюсь, не слышно, там, что-то пилят. Это вообще обычно, начинаешь снимать видео, там у всех сразу ремонт. Вот. И, собственно, в компаниях обычно примерно так, в студиях примерно об этом спрашивают. Я помню, еще в злых марсианах меня, ну, немножко по теории погоняли и попросили сделать макет. Я очень люблю практическую часть, потому что у меня не всегда сильно получается по теории все ответить, потому что я могу тупить, могу где-то что-то не повторить и прочее. Но когда дают практическую часть, у меня с этим обычно проблем нет. Я, как бы, делаю, выполняю, ссылаю, и типа классно. Вот. Тем не менее, тогда устроилась в Астрашок, и было нормально. То есть показать свой опыт, показать умение и главное желание, что хотите, там, работающая. Относительно зарплаты у меня всегда была такая тема, что, ну, мне спрашивали, а сколько ты хочешь зарабатывать? И я всегда, ну, было бы прикольно вот столь. То есть когда я работала в Астрашоке, я просила 80 тысяч, уже тогда это был 2014 год. И я такая, ну, было бы классно, если бы такую сумму. И мне прям реально потом дали эту сумму, и я была так рада. Просто я, ну, вообще 80 тысяч в месяц зарабатываю, что, господи, для меня это были просто огромные деньги. Я была вот относительно зарплаты поднебесно счастлива. Вот. И потом я старалась, естественно, не вылететь из-за страшок и делать все, даже с очень сложной вещью, которая совершенно не понимала, как делать. Но это меня довело до некоторого стресса, а именно неумения общаться. То есть я была часто, наверное, какой-то замкнутой в себе. И если я делала вещь, то я как-то замыкалась на ней, сама там пыталась реализовывать. Конечно же, я задавала вопрос иногда ребятам, когда какую-то штуку я не знала, как делать. И типа, а вы делали, ребят, может, вам это поделитесь наработками. Но в то же время у меня из минусов, что я очковала, например, сказать, что по срокам я где-то не успеваю или как-то действительно по душам с руководителем поговорить. Это, кстати, очень важная тема. Уметь разговаривать, уметь описывать чувства, свои ожидания, потребности и прочее. Ну и в Астрашоке я, короче, сгорела через год. То есть там я рассказывала как раз там видео, выгорела, к чертик, просто нахрен сгорела. Вот. И потом у меня был очень пессимистичный такой момент, когда я практически не верила в себя, ну просто в хлам. Я думала, ну то есть я не могу, например, работать, когда я не могу выполнять свою работу качественно. И мне кажется, что мне за это как деньги не должны платить. То есть я прекрасно понимаю вот этот обмен. То есть я вам даю, вы мне назад деньги даете там. И я всегда этот обмен осознавала и всегда, ну как бы понимала, да, это так. И если я, например, где-то что-то не доделываю или я чувствую, что я не супер хороша, то мне было очень стыдно брать за эти деньги. Я помню, даже в Астрашоке мне еще немного подняли зарплату. Там уже было 90 тысяч. И я тогда так стрессовала, потому что мне казалось, что я ни хрена там не успеваю. Мне тут еще зарплату подняли. И, ну короче, я, в общем, вот такой вот человек. Но, тем не менее, мое такое отношение, оно работало. То есть я выполняла задачи и двигалась по своей ступени и карьере. Хоть я вообще, мне кажется, в какой-то момент я стала очень такой неуверенной в себе. Вот. Что дальше? Дальше у меня был очень подавленный период, и мне нужно было собеседоваться в компании, ну, новой компании. И там я, естественно, завалена. Собеседания были наподобие там, типа, сложите скобочки в джаваскрипте. Одна скобка плюс другая. Это про преобразование примитивов. И, знаете, вот если честно, вот я даже сейчас вообще, ну, спроси у меня, сложите одна скобочка с другой, я опять это нифига не помню. То есть мне нужно это повторять, мне нужно это прочитать и вспомнить. Ага, так, две скобки сложить, что там будет. И быть честным, ну, за всю практику своей карьеры я ни разу не знаю, я скобочки складывала только на этом собеседовании. Вот честно. И, ну, иногда интервьюеры могут задать действительно немного странные вопросы. И здесь, конечно, круто уметь себя как-то отстаивать и говорить, слушайте, давайте мы там, ну, может, еще что-то попробуем. Просто я помню, когда проходила это собеседование со скобочками, в Тубок, знаете, меня спросили, что будет круглая скобочка плюс круглая скобочка, я не знала. И они такие, ну, ладно, давай попробуем еще, ну, что будет квадратная скобочка с круглой скобочкой. Я думаю, блин, ну, я же не знаю уже эту тему, мы же это уже поняли. Вот. Но в целом я старалась обычно не спорить никогда. Я понимала, что я прихожу на работу, и если человек меня собеседует, то он знает, о чем он там спрашивает. Вот. И в целом, но из минусов, конечно, вот тогда, когда я в итоге прошла в Тубокс, мне очень сильно снизили зарплату, то есть я тогда уже просила сто тысяч, но я думаю, ну, там, в Астрижоке я девяносто зарабатываю, тут сто. Вот. И такая неуверенная, такая, ну, нормальная. Мне казалось, что это хорошая цифра, но как бы чуть-чуть вырасти, там, все такое. Но мне такие, Лен, ты скобочки, конечно, не сложила, но ты не очень прошла собеседование, да. И, знаешь, ну, давай там восемьдесят. И, короче, в итоге я пошла на восемьдесят, потому что мне реально очень были уже нужны деньги, у меня там уже все закончилось, машину сломалось и прочее, прочее. Но при этом я была, конечно, не очень довольна, потому что у меня уломали на цифру, которую я получала меньше, чем в Астрижоке, хотя, ну, в то же время я умела делать классный проект, и об этом нужно просто было говорить. Вот это, кстати, очень важная тема. уметь говорить про то, что вы умеете. Короче, не стесняться хвалить себя и, ну, прям вообще нормально уметь хвалить себя. Поэтому, мне кажется, в последнее время я иногда, может, немножко даже переусердствую в самохвалении, но, тем не менее, я рада, что на текущий момент по крайней мере этому научилась. Окей. Что дальше? Еще вот с этими устройствами на работу, когда ты устраиваешься, потом у меня, кстати, был такой момент, я могу, наверное, уже рассказывать про Тубокс, это было так давно, что да пофиг уже, что в итоге, когда ты работаешь на студии, вот я, например, работала в стартапе, есть такая проблема, что потом тебе хочется, ну, как бы ты вроде нормально работаешь, тебе хочется как-то расти, ну, повышать там денежную планку. Я помню постоянно там, ну, так, мне нужно пойти к руководителю и сказать, что я классная, ну, типа как-то предусмотреть тему насчет повышения запешки. Я помню тогда еще вот, когда в Тубоксе работала, и вообще во многих компаниях есть такая тема, что новый человек, которого нанимают, может стоить дороже, чем вы, хотя вы уже там все умеете, все знаете, как устроено. И у меня была такая система в Тубоксе. Короче, однажды я зашла на HH, HH, ну, как HH, как он там называется, HH. Дотру, и увидела вакансию в ту компанию, и, ну, в которой я работала. И что вы думаете? Там было написано, что требуется инженер, вот прям вот, как я, у нас там команда была, фронт-энд инженеров, и типа зарплата до 150 тысяч рублей. И мне тогда было очень обильно, потому что я попросила 80, ну, меня как бы уломали на 80, хоть я просила и 100, а тут я открываю HH и вижу зарплату 150 тысяч на мою позицию. И, конечно, удивление у меня было ого-го, и я не знала, в чем в тот момент делать. Я, конечно же, заочковала пойти к руководителю, сказать, слушай, а что это такое? Я тоже хочу 150 тысяч. Вот. И, ну, в итоге я попробовала там попросить еще увеличить мне зарплату. Я попросила опять очень скромно, да, 100 тысяч, типа. Вот. Хотя мне уже на тот момент, я когда увидела эту цифру, я думала, блин, а чем я тут хуже? Вот. Ну, короче, такие моменты. И здесь, конечно, очень классно их уметь прояснять и говорить сразу. Но, вот, у меня не получалось. Тем не менее, у меня была работа и вполне неплохой заработок, и это было круто. Затем я ушла в Артек, мне предложили зарплату выше, это было 120 тысяч уже, и это было, ну, в целом прикольно. То есть, мне хотелось туда уйти и не спорить с этим тубоксом, он уже там развалился. Это был стартап, там были очень такие неприятные истории, когда у нас, у меня был трудовой договор, это, кстати, очень важно, чтобы у вас был трудовой договор, когда вы устраиваетесь в компанию. Но, у нас был случай, когда там уволили полотдела колл-центра, точнее, практически весь отдел колл-центра, без зарплаты, когда начали сокращение и прочее, прочее. И здесь, конечно, нужно не забывать про трудовой договор. Я, конечно, ни разу еще не вмешивалась в вот эти судовые процессы, когда тебе зарплату не заплатили, но мне кажется, это не очень приятно. У нас там были задержки, в принципе, из-за этого еще, как только мне выплатили зарплату, я сразу же ушла. И, конечно, когда я уходила, у меня был такой момент, когда мой руководитель сказал, блин, да сколько ты хочешь зарабатывать? Мне было так неловко, что я сама боюсь признаться, что, ну, в том плане, что, блин, я хочу 150 тысяч, как вы там написали на HH, если вы можете, в Владимире. Вот. Короче, идем дальше. Это работа в студиях. Потом был Артек, это уже более большая компания, и там из плюсов было, что раз в год там проводилось ревью. Вот это прям реально плюс, когда ты немножко не заморачиваешься на том, на зарплате. Ну, то есть, ты можешь сосредоточиться там, на своих делах, и не переживай, что у тебя там не поднимут зарплату. Но, тем не менее, Артек еще не была такой, что реально большой компанией, и там все-таки система ревью, она была немножко, ну, такая, то есть, непонятно будет, не будет там, когда ты спрашиваешь. Я как-то просила повышение по зарплате, и мне что-то там сказали, Лен, давай, когда ревью будет. Я тогда думаю, блин, а когда ревью-то будет, ну, типа это, ну, хотя бы там намекните, сможете вот такую цифру поднять или нет. Вот, и потом я прособеседую с Яндекс, здесь я уже не буду называть цифры, ну, просто потому, что мне кажется, там должно три года пройти после работы в Яндексе, когда я могу называть цифры зарплат. Но, если честно, я вот эти всякие договора не очень классно читаю, вообще вот эту юриспруденцию, мне очень тяжело дается читать вот эти огромные листы, понимать, так, что я должна, что я не должна, поэтому буду очень аккуратна во всем этом. Вот, что касается Яндекса, то мне, чем в итоге понравились именно большие IT-компании, два раза в год проводится ревью, при этом, там уже все так распределено, и каждый понимает, что ты можешь расти, и ты действительно очень сильно сосредотачиваешься относительно переживаний, что когда-то тебе же нужен там зарплату, повышение, простите, прочее. Вы можете просто договариваться с руководителем, что будешь делать, как будешь делать, и примерно двигаться в этом направлении, и раз в полгода проводится ревью, и, типа, да, повышается зарплата, даже минимальные проценты, они всегда приходят с уровнем инфляции, инфляции, и прочее, это, ну, просто приятно, это круто, и там еще всякие бонусы, и плюшки в этом плане прилетают, и в этом плане мне очень нравится работать в крупных IT-компаниях. Так, а вообще у нас тема была про собеседование. Я просто болтушка немножко, я могу как бы немножко улетать в разный период, поэтому я когда, знаете, монтирую видео, я там 150 моментов просто вырезаю, думаю, господи, Лена, ты не могла там сосредоточиться на собеседовании. Окей, короче, про собеседование в обычных компаниях. Вы, ну, там действительно навыки, JavaScript, например, если вы фронтендер, да, там, если вы на React подаетесь, классно, если вы понимаете архитектуру React, и Redux, как работает вот этот весь однопоточный момент, ну, примерно представляете, как это все работает, ну, естественно, там, может, какие-то нюансы по коду могут спрашивать. Интересный момент, о котором меня еще спрашивали на собеседованиях по CSS, обычно спрашивают, например, про какие-то центрирования, ну, отцентрируйте блок, сколько способов центрирования блока вы знаете, про специфичность, очень частая тема в собеседованиях есть, это когда, например, если по CSS, есть какие-то вложности, есть ID, класс, там, еще что-то, и нужно ответить, в какой итоге цвет покрасится, да, там элемент, и вот такие моменты задают по верстке, у меня такие моменты были, когда я собеседовалась, вот как раз, когда я выгорела, я там во много компаний собеседовалась, у меня ни хрена не получалось там особо, я уже забыла, как они там точно называются, но вот меня как раз про специфичность CSS спрашивали и прочее, и такие моменты, да, нужно готовить, ну, и, короче, как раз тогда я узнала про специфичность, это было очень интересно, потому что я уже 4 года работаю, я уже там наверстала, переверстала кучу сайтов, и, короче, ну, я уже нормально владею CSS, и тут мне спрашивают про специфичность, а я, блядь, не знаю, вот, и, короче, простите за выражение, но да, вот, что дальше, Яндекс, в Яндексе уже было гораздо более, такое, что ли, понятное собеседование, ну, то есть, если в более мелких компаниях, там вообще может не быть собеседование, посмотреть на ваш опыт, на ваши проекты в резюме и прочее, то в Яндексе было вот самое настоящее собеседование, сначала это был кол-звонок, то есть, когда мне позвонили, я общалась, отвечала на какие-то вопросы, ну, естественно, я вопросов не буду говорить, вы там сами понимаете, вот, и, что пошло не так в тот момент, я была на скайпе, на телефоне, и, впрочем, в тот самый момент, когда я собеседовалась, прошло пять минут, когда мы познакомились с человеком, который у меня берет интервью, да, интервью, или, короче, собеседует, и чувак сверху начал сверлить, не знаю что, но это было настолько громко, что я даже себя не слышала, было очень смешно и стрессово, в итоге, я хотела пройти собеседование, и я, что я сделала, я жила в пяти минутах ходьбы от офиса Яндекса, который находится на, это, на парке культуры, и я просто им говорю, слушай, можно я к вам сейчас прибегу, вот, в чем мать родила, да, и она, естественно, нет, но я, как смогла вообще оделась там, естественно, не особо там какая-то супер ухоженная, вы знаете, как проходит интервью, когда ты тут в футболке красиво сидишь, а дальше просто какие-то ретузики, штаны, да, вот, ну и видео, кстати, так же снимается, господи, вот, и я прибежала, я прошла интервью, и потом, кстати, ну, это скайп интервью, это там очень много различных тем, и по CSS спрашивалось, и по JavaScript, и вообще, ну, просто вот, именно основные темы, которые вы просто должны знать, не знаю, ну, замыкание, там, еще что-то, ну, вот эти всякие такие базовые, в чем вы сомневаетесь, и все, что вам кажется важно знать, вот это вот прям про это, ну, про промисы там, всякие вот эти штуки, то есть я тему примерно так обозначила, да, дальше идет об большое интервью, когда там было 5 секций, наверное, у меня, когда спрашивают из разных команд, спрашивают ребят в основном за алгоритмы, ну, то есть нужно решать задачи, и, кстати, алгоритмические штуки мне больше нравились, потому что ты, как бы, во-первых, показываешь, как ты пишешь код, нужно уметь решать на бумаге, да, это важно, это был прям навык, и я его нарабатывала отдельно, я заранее училась, и подготавливала, читала книгу Грок и алгоритмы, она у меня сейчас здесь на английском лежит, вот, ну, на русском ее читала, вот, также другие книги, ну, и в основном на Кудварс я прям решала, вот эту книгу, я думаю, я целиком прям прочитала, она очень классно рекомендую, и просто натаскивалась под Кудварс, то есть прям вообще на алгоритмы, на строки, на массивы, решала все, что вообще попадалось, и в целом у меня получилось пройти интервью, там в основном были только задачи, вот у меня тут задавали вопрос, насчет софт-скиллов, и насколько это важно, по крайней мере, то, что было в Яндексе, про софт-скиллы практически, ну, вообще не спрашивали, мне кажется, то есть прям, да, нет, задачи, единственное, что вот, насколько я знаю, в Яндексе, очень важно пройти одну секцию, эта секция называется АА, если она мешается среди этих пяти, и если вы ее прям завалите, то вы не пройдете интервью, из плюсов собеседования в Яндексе, что все вот эти пять интервью, они как бы оцениваются людьми, по шкале, и, соответственно, уходит такая штука, что вот один человек там спросил у вас, вы тему не знали, ну, а остальные тем, например, все знали, то, скорее всего, вы можете пройти, и все будет хорошо, ну, то есть сглаживается вот этот вот порог, что личностных характеристик, и прочее, прочее. Ну, а третье собеседование уже было, когда ты просто приходишь в компанию, и такое, о, все, ну, типа там уже смотришь, какие проекты есть, и выбираешь себе там, то есть встречаешься уже с руководителями, и выбираешь себе проект, который тебе по нраву, и, собственно, идешь туда, вот, идем дальше, сейчас я рассказала про Яндекса, собеседование в Яндекс, сейчас я уже, наверное, на протяжении трех месяцев, ну, так по чуть-чуть, я готовлюсь к собеседованию в Фанг, это большие компании, Facebook, Amazon, ну, я там перечисла на Apple, Netflix, Google, вот, и что здесь, здесь у меня уже скоро будет первое собеседование, пока опыта прямо в этом супер нету, скорее, я представляю, пока как проходит процесс, то есть сначала идет первый звонок, это Skype, но не Skype, там какая-то собственная структура, наверное, все от компании зависит, пока не буду вообще супер делиться, никакая компания, ничего, по, не знаю, каким-нибудь эзотерическим соображениям, не приставайте, короче, вот, и дальше, если, например, проходишь вот эту секцию, то дальше идет несколько секций, где тоже за код спрашивают, и behavioral interview, и design interview, и здесь, вот как раз мне задавали вопрос про soft skills, это очень и очень важно, и здесь нужно, вот прям реально, если вы, например, вот есть behavioral interview, это какие конфликты там, кажется, были у тебя с коллегами на работе, как ты их решал, и если ты не проходишь эту часть, неважно, сколько классно решался задачами, то ты, короче, не пройдешь, то есть я даже, почему я делаю такой вывод, потому что я смотрю Виктора Карпова, который собеседовался несколько раз в Facebook, там, и еще какие-то компании, кажется, и он говорил, что как раз заваливал на behavioral interview, вот, остальное все, алгоритм классно прорешал, а behavioral вот не сложилось, но если что, я оставлю ссылку на канал Виктора Карпова, возможно, ну там, он как бы лучше об этом может рассказать, дальше, следующее, что касается дизайн интервью, это когда вам дают какую-то систему, ну, например, мы хотим разработать Инстаграм, как ты это будешь делать, и ты должен в реальном времени рассказать, типа, как ты будешь разрабатывать Инстаграм, и предусмотреть все части там, как будет взаимодействие, ну, как там, бутенд, возможно, строится, фронтенд, на какие моменты обратить внимание, то есть, ну, мне к этому еще нужно будет подготовиться, пока что я готовлюсь к первой секции, она более простая, то есть, там нужно решить две задачи, и, насколько я знаю, там нужно прям практически не тупить, то есть, две задачи нужно решить за 30 минут, а это говорит о том, что вы должны просто идеально сразу же их решить, то есть, без всяких тупников, вот, для того, чтобы решать задачи, и научиться это делать, то есть, это алгоритмические задачи, вот, в этом роде, я использую лидкод и код варс, но сейчас больше лидкод, там есть даже подборки для компаний, там, фейсбук, гугл, амазон, и можно прям по ним идти по списку, и для подготовки я также использую канал Виктора Карпова, чтобы лучше понять, ну, он просто классно рассказывает про алгоритмы, и какие-то новые штуки рассматривает, ну, и, конечно, из книжек, это Cracking the Coring Interview, еще у меня есть алгоритмы, что-то очень далеко не вижу, но сейчас покажу вот здесь эту книжку, которую я читаю, она, кстати, тоже прикольная, из Cracking the Coring Interview, там очень большой процесс написан, она прям такая толстая, капец, и там написан процесс, и там, собственно, нет, тут опять села камера, и там написан процесс, как готовиться, готовиться, что хотела сказать-то, ну, в общем, как, да, нужно готовиться, господи, ну, и плюс, каждая задача по секциям, оценка о большом времени, выполнение, Space Complexity, Time Complexity, Space Complexity, это очень важно в оценке алгоритмов и прочее, ну, короче, вот такие книжки, я не читаю их целиком, ну, то есть, если вы думаете, что я беру эту книжку, прям все, я зависла на полгода с этой книгой, то нет, ну, просто потому, что, во-первых, когда я читаю какие-то задачи, я не все знаю, как решить, и когда ты долго пупишь на задачи, не можешь решить, это становится невероятно скучно, и особенно, когда ты читаешь сложную книгу, ну, я не знаю, я начинаю в какой-то момент просто засыпать, я понимаю, так, ладно, к этому вернемся чуть попозже, нахожу еще материал, можно что-то гуглить, искать и понимать, ну, какие-то вещи, как лучше понять, если вы не понимаете, bigon notation в книге, можно посмотреть видео на YouTube и прочее, то есть, просто готовиться делать все возможное, чтобы пройти собеседование, и просто, вот, прям, по максимуму готовиться, и все в этом роде, вот, на следующее, что я хотела бы еще рассказать, про английский, ух, ну, вот, сейчас у меня будет собес на английском, сейчас у меня уже гораздо лучше, я в полтора года, ну, сколько там уже, с декабря 2020 мы живем в Лондоне, а если вы думаете, что, типа, вот, я живу в Лондоне, я, типа, такая уже стала чика английского языка, то нет, во-первых, ну, здесь нужно, конечно же, самому преодолевать барьеры, чтобы общаться, ну, то есть, идти на улицу, и, как говорится, приставать к каждому встречному, особенно, во время ковида, типа, здрасте, hello, my name is Yelena Lutvinova, I so love you, and I want to so to speak with you, and, и что-то типа этого, да, естественно, я так не очень часто делаю, однажды я пыталась, и, короче, но это, кстати, прикольная тема, наверное, но я не настолько бываю открытой, иногда что ли, к людям, я вообще очень зажатый, такой бываю человек, здесь чтение книг и прочее, но еще лучше, конечно, разговор, и пытаться влиться в это все, на текущий момент у меня есть хороший прогресс, я уже могу смотреть видео на английском, и даже понимаю там что-то, уже фильмы даже смотрим, это не значит, что я понимаю все слова в фильме, от и до, но, в принципе, о чем фильм, я понять могу, и еще я занимаюсь английским, в итоге я вернулась к репетитору, я занимаюсь долью, у нее есть даже свой канал английский, кстати, она очень прикольно подготавливает к английскому, я даже не знаю, мне нравится то, что вот мы с ней разговариваем, я разговариваю на своем, мы к английскому, она, ну, как-то бывает, новые фразы как-то мне встраивает, и говорит, например, управит предлоги, и прочие штуки, ну, то есть с английским я уже достаточно долго занимаюсь, то есть всю грамматику я более-менее знаю, но, естественно, там какие-то вещи забываются, но, тем не менее, очень важно это перенести на практику, то есть прямо общаться, то есть когда ты учишь английский язык, мне действительно иногда складывается впечатление, что это немножко другое, чем когда ты реально общаешься, когда ты можешь высказываться, и прочее, прочее, и, конечно, преодоление этого барьера, вот, это про английский, то есть просто готовиться, смотреть видосики, и пробовать разговаривать, если вы уже можете говорить, пробовать вовлекаться себя во всякие эти дела, идем дальше, про резюме, я немножко уже рассказывала про то, что, в принципе, я просто, я не старалась следовать каким-то супер шаблоном, хотя пишут, что резюме должно быть обязательно одну страницу, а текущее резюме, которое вот у меня сейчас есть, я даже сейчас его покажу, ну вот, тут такая большая фотка, Елена Литвинова, сейчас я собеседуюсь на фронтенд инженера, и, собственно, здесь какая-то информация обо мне, скиллы, которыми я обладаю, education идет первым местом, хотя мне казалось, что лучше его в конец впихнуть, но тем не менее, мне кажется, здесь образование ценится гораздо больше, чем в России, будем честны, когда есть образование, то здесь прям, ну, прикольно к этому относится, вот, относительно experience, у меня есть уже достаточно большой перерыв, то есть, я закончила работу в Яндексе в ноябре 2019, ну, то есть, это коммерческая, настоящая компания, и все, чем я сейчас занимаюсь, это мой сайт, и то я не постоянно его вообще пилю там, то есть, у меня, ну, все-таки как-то происходят какие-то потери, иногда, мне кажется, в квалификации, я, конечно же, из-за этого переживаю, но вот снимаю видосики на YouTube, делюсь опытом, но тем не менее, я постаралась описать какие-то плюсы, вот этой своей текущей жизни выделить там, например, не выделяй то, что у меня на канале за год набралось, еще даже не набралось тысячи подписчиков, но уже движемся, да, а там, типа, смотрите, у меня уже 20 тысяч вьюн, представляете, ну, какие-то такие штуки, описывайте, хвалить себя где-то, не стесняться, и вообще, я такая сочинительница, я имею в виду, что я люблю очень много писать, и в этом плане, мое резюме, оно вообще не состыкуется с оттенцией, одной страницы, то есть я прям, господи, да я сейчас вам все расскажу, какая я крутая, и это нормально, хвалить себя, и писать много, то есть здесь я еще сократила, мы, кстати, с Джули это резюме вместе подправили, поэтому у меня здесь просто супер английский, то есть, хай, скилл, антоли, хай, твэп, инженер, ну, то есть вообще, то я просто, когда читала это предложение, я думала, господи, как же мне самой так научиться составлять, да, классно, когда ты так круто пишешь, вот, и если зайти на мой сайт вебалар, там еще больше автор, то есть я там прям расписала, так что мам не горюй, вообще, просто все расписала, всю свою подноготную, все свои плюсы, вообще, все вытащила, не знаю, но мне кажется, это прикольно, то есть мне кажется, что когда ты устраиваешься на работу, важно показать, ребят, я классный, я готов замочить ваш проект, я просто готов все сделать, вообще вот так вот, ну, то есть, естественно, не только готовность, но и понимание, что ты вот сейчас придешь на работу, и будешь все это как бы делать, что ты наговорил, это понятно все, вот, и в этом плане, как бы, вот таким вот образом, естественно, когда вы нагораживаете какую-то информацию, а за вами чего-то такого не стоит, наверное, это не очень работает, но в принципе у меня за все, что я пишу, все это мое, и я наконец-то, я еще полтора года психологией занимаюсь, я наконец-то преодолела какие-то моменты, знаете, самостыжения, и научилась нормально хвалить себя, это круто, вот, ну, еще тут у меня дополнительности есть, и прочее, в настоящее резюме я это не включила, потому что я уже реально подумала, у меня там было пять страниц этого резюме, вот, и в целом работает, еще, знаете, про фотку, обычно там фотка в резюме должна быть там черно-белая, где-то бледная, как поганка и прочее, я не знаю, мне, короче, сейчас настроение, когда я хочу улыбаться, я хочу быть такой и классной, я когда послала маме свою фотку, она говорит, господи, измени, ты вообще не похожа на профессионала, квалифицированного, вот, и знаете, я разместила на LinkedIn свое резюме, и мне написало много человек, я не знаю, какая должна быть история успеха на LinkedIn, но мне из Англии написало очень-очень много человек, то есть я, если честно, вообще, мне кажется, только двоим из них ответила, и немножко теряюсь в этих письмах, и многие предлагают классные должности, там, земли, и прочие штуки, но пока я все-таки хочу попробовать собеседование в фланг, а потом посмотрим, потому что еще раз работа в более мелких компаниях, ну, и столько, сколько я всего на этом съела, когда ты боишься попросить повышения по зарплате, когда ты там перерабатываешь, когда ты один берешь на себя весь проект, это бывает сложно, например, я помню, когда я работала в Яндексе, мне казалось, о, да я могу вообще сама полностью админку пилить, давайте мне увеличить зарплату в два раза, и я за двух человек буду работать, да, ну, конечно же, такого не происходит, и в какой-то момент я даже осознала преимущество, что у меня всегда был коллега, и в итоге я могла нормально заболеть, знаете, там, и не переживать, что там все сломается, и это нормально, то есть в компаниях больших учитывают такие риски, и то, что вы болеете, и то, что вы можете, там, не всегда быть суперпроизводительными, и прочим, и это очень сильно снимается напряжение, там есть, конечно, обратная сторона, когда вы становитесь слишком расслабленным, такой, ну, ладно, мне все хорошо, вот, но здесь нужно просто работать над собой, расти, и, короче, идти дальше, короче, это про резюме, я рассказала, что тут еще, про софтскиллы, я вот рассказала, что, если в, если в русских компаниях не особо про это спрашивают, но это, конечно же, очень важно, про софтскиллы, и у меня, на самом деле, здесь достаточно серьезный, мне кажется, пробел, так как я, ну, больше такой закрытый, обычный человек, и мне, на самом деле, иногда проще, блин, да я все сама сделаю, отстаньте от меня все, это не очень хорошая коммуникация, сразу же говорю, но это прям мой пробел, это мой недостаток, над которым нужно работать, и постепенно, по крайней мере, я уже осознаю, что у меня это есть, и работаю над этим, из книги, которую я сейчас читаю, это Марина Перескокова, «Мама, я, темлит», очень классная книга, и там просто, знаете, я читаю, и интуитивно я понимаю, какие у меня ошибки были, в том числе и в Яндексе, а тоже были некоторые ошибки, когда мне уже доверили вести группу из двух человек, такой маленький темлит, да, и я реально тогда немножко стрессанула, и когда нужно показывать квалификацию перед другими, ну, перед людьми, и доказывать, что ты, типа, ну, все-таки классная, да, там, знаете, у меня была такая тема, что мы работали с коллегой, он был тоже очень классный и крутой, а меня немножко приподняли, и у него там тоже какой-то стресс хлопотался, я, например, такие проблемы не знаю, как решать, типа, когда, ну, типа, скажем, твой коллега не считает, что ты должен быть там повышен, и прочие вещи, и на самом деле, вот эта книга, мне кажется, она прям классная, вот у меня очень, Марина ее только недавно выпустила, мы с ней работали в Яндекс.Картах, она была сначала руководителем моего руководителя, кажется, ну, что-то вот в этом роде, и вот сейчас она вот написала книгу, прям историю десятилетнюю, вот она 10 лет работала в Яндексе, очень рекомендую, мне кажется, прям шедевр, и, ну, естественно, это развивать, и, естественно, расти, понимать многие вещи, психологические вещи, как общаться, коммуницировать, где-то не слишком заостряться, ну, например, знаете, в веб-разработке часто бывает гонка за технологиями, да, а вот я хочу использовать вот это, а вот нет, давайте вот это, а вот давайте вот это, а в итоге, что же, что же вообще главное-то, да, зачем на работу это вас нанимали, чтобы вы там бегали за технологиями, за всеми, это бывает весело и круто, но в то же время, самое важное для компании, чтобы вы продукт сделали, и чтобы компания этот продукт продала, и заработала деньги на этом продукте, чтобы смогла выплатить вам зарплату, то есть технологии это не ну не всегда важно то есть понятное дело умение там выстраивать архитектуру делать это качественно что потом не приходил всю нахрен от рефакторе да но в то же время рефакторинг эта часть жизни и она всегда есть но это такое маленькое отступление короче в эту сторону вот дальше давайте дальше поговорим про зарплату но здесь мне кажется то что у меня получалось почему у меня получалось расти в разработке я не слишком может зацикливалась начальной зарплате то есть я вообще вот когда пришла в интернет-центр я не знала сколько это могу до зарабатывать я соглашалась на то что мне давали я ну там как-то прикольно было бы такую цифру получать с одной стороны это вот я мне также очень нравятся люди которые могут сказать слушать я хочу такую цифру значит да я готова делать то-то-то-то но вот когда вы уже что-то умеете вы знаете вы реально классно в этом то вот эта уверенность мне кажется это очень круто если вы умеете так классно говорить научите меня потому что мне кажется я даже до сих пор иногда стесняюсь называть цифру зарплаты господи я думаю я за еду буду работать но естественно все мы хотим зарабатывать и когда в программировании говорят ну кстати иногда наступает такой период когда денег в целом вы уже зарабатываете достигли некоторого не то что потолка но в то же время уже хорошей зарплаты понимаешь прям сильно выше скакнуть не получится и собственно вот в этом случае уже вступает в роль другие какие-то преимущества то есть то что мне все таки нравится то чем я занимаюсь мне комфортно мне классно общаться людьми мне ну вообще круто работать большой компании есть печеньки на кофе-пойнте или там выступать где-то да и просто быть в этом движи да и так вот это про зп но если вы там прессовсем начинающий вы хотите сразу там зарабатывать сколько-то много то мне кажется это рассчитывать все-таки не стоит здесь важно именно желание сказать ребят я готов я готов сделать я готов получать набить шишки я знаю что я могу не очень много получить но это такая моя позиция далее страх и волнение как победить знаете у меня вообще здесь есть много различных историй про эту тему страх и волнение во первых я помню когда еще работала в интернет-центре я очень мечтала попасть в яндекс мне казалось этим заоблачным такие наверно супер крутые инженеры работают а я-то вообще кто еще учиться и учиться прям грызи границ науки и прочее я тут вспоминаю например своего мужа который он вообще не как бы сначала был радиотехником а потом решил переучиться на программиста где-то не знаю сколько там 27 лет было вот и он знал только компанию яндекс и как бы и он сначала первый раз не прошел собеседование второй раз через год было собеседование там есть такая тема если вы не проходите сразу то через годик это про большие компании точно также и фанге насколько я знаю там полгода на ожидайте если вы заболели и смысл в чем что человек сразу стремился к этой компании и он устроился туда гораздо раньше чем я смогла в итоге устроиться просто потому что мне было страшно и я считался какой-то не такой возможно недостаточно знаний если вы хотите стремитесь к этому у вас возможно сейчас может что-то не получаться просто идите туда и рано или поздно получится пробить этот потолок ну просто вот если вы стремитесь делаете оцениваете свои минусы ну прям вот ну не решила эту задачу окей я должен это подтянуть не смог сложить скобочки да окей мне нужно подтянуть складывание скобочек я буду самым лучшим разработчиком складывание скобочек вот и короче идти к этим вещам то есть все что не получается проходите собеседование это наверное но это понятное дело это психологический страх иногда узнаете типа есть куча возможностей просто берешь и долбишься в каждую если вас пока не взяли на самую верхушку долбишься в то что пониже пока не возьмут и если по крайней мере пробовать пытаться ну точно возьмут у меня не было такого супер опыта когда я проходила собеседование в 100 компаний но у меня вот максимум был когда я выгорела не знаю компания может три-четыре я проходила и у меня конечно были проблемы ну из теоретической частью всегда это будет и проблем там с алгоритмами когда ты натаскиваешь эти знания нарежешь нарешиваешь потом ты работаешь ты теряешь какую-то квалификацию в решении алгоритмических задач на потому что все таки там в работе какая-то определенная специфика и ты там в нее уже погружаешься и там варишься да то есть нужно переключаться кстати вот в больших компаниях есть еще такая тема как я иногда поддерживал уровень своих алгоритмов а это проводить самому собеседование и я участвовал в проведении собеседования в яндексе она соответственно алгоритмические темы и здесь еще знаете у меня был такой смешной момент я помню когда у меня был первый собеседник сначала я ходил там со своим руководителем тип такой наблюдатель такой да хорошо хорошо а потом ну короче мне все первый раз пошла один одна сама вообще там собеседник было немножко даже смешно потому что я когда-то проходила собеседование в яндекс я волновалась на той стороне когда я проходила а теперь я интервьюер и блин я тоже волнуюсь вдруг я что-то забуду то там а вдруг я что-то не знаю и мне кажется это но она всегда есть мы люди мы можем что-то забывать и профессионалы в области в любой области профессионала они ценятся и если вы растете стремитесь развиваетесь то поверьте пройти путь большой период веб-разработки это это не просто то есть это кажется что ой да ладно там этих разработчиков уже пруд пруди но стать действительно качественным человеком который умеет решать задач который умеет брать вызов и доводить этот вызов до конца да таких людей не так много и мне кажется большинство людей как раз отваливается на периоде доделать до конца то есть взять ответственность на себя проявить инициативу пойти ну и там показать всем какой классный там выступить и прочее показать себя и вот на этом многие люди отваливаются для этого нужно быть достаточно взрослым достаточно сильным достаточно любящим себя признающим свою квалификацию уверенно вот короче наговорила огромную кучу всего и у меня есть огромное желание выложить это все без какого-то супер монтажа потому что когда я иногда монтирую я думаю блин вот это что-то я прям тут разговорилась тут я ушла в эту тему проще короче попробуем еще из таких интересных моментов ребята у меня уже практически тысяча проще про собеседование все но закончили мне кажется я все рассказала если у вас еще остались какие-то вопросы пишите не уверена насколько я это все супер консистентно рассказала но мне кажется все что нужно я мне кажется сказала вот ну еще раз можем подвести итог а соответственно если вы собеседуете более маленький компании студии там нужно конкретно по языку если написано react там редакс если написано javascript то вы должны подтянуть теорию по этим вещам ну и уметь ответить там за архитектуру реакта редакса да про javascript задачки порешать ну и в принципе если у вас есть какое-то портфолио это круто показать смотри раз я сделал два еще иногда там могут давать тестовые и но здесь вы уже выполняйте тест в крупной эти компании нужно решать алгоритмы но например соответственно в яндекс в основном там алгоритмически зачем есть честно сейчас я точно уже не знаю может кроссовские и сейчас уже тоже начали больше спрашивать на момент когда я собеседовал с такого вот не было и когда интервью проводила вроде тоже но я про собственно короче ладно не спрашиваю наверное если вы в менеджером устраиваетесь да то здесь уже конечно же будет больше если программисту там больше именно за технологии будет если вы хотите устраиваться в фан огромной компании я скину ссылочки подготовки у меня есть ссылка про интервью ну типа какие за как прям готовится прям нашла какую-то интервью dot school и там все прям расписано очень круто вот если вы хотите устроить так что там дальше решать задачи на лет коде код варсе и и еще из таких вещей чтобы попасть в интервью фан хороший способ это можно знаете подать анкету прям там в гугле где-то найти этот job с фейсбуке там и прочее прочее но если у вас есть знакомые оттуда то у вас могут порекомендовать и тогда процесс интервью у вас начнется быстрее иначе про вас могут там вообще даже не увидеть и прочее прочее то есть дойти до интервью это тоже квест если у вас есть знакомые ищите знакомьтесь на конференциях ищите эти возможности и все получится про английский ну я тоже в принципе сказал учитесь общаться слышать понимать говорить там например описывать речь там кстати очень много про интервью описывается когда вы рассказываете задачи посмотрите канал виктора карпова он прям показывает познать вам показывает как решать задачу то есть он сначала алгоритм составляет первый шаг хороший шаг третий шаг а потом решает и каждый раз говорит что он описывает андре вот я сейчас вот эту структуру данных использую вот я вот это вот это в собеседованиях это тоже очень важно говорить о том чем вы мыслите и описывать задачу конечно же важно решить задачу хоть кое-как но решить а но если вы там где-то не решили но хотя бы проговорить решение как вы чувствуете интервью очень часто может помочь и сказать типа ну смотри вот туда если вы забываете какую-то там функцию еще что-то это ничего страшного это всегда можно спросить и это тоже всегда помогут и подскажут интервью это не враг вам вообще ни разу он поможет если это нужно но про резюме тоже поговорили в принципе вот по которой я сделала вроде она нормально работает то есть мне на linkedin не пишут меня его приняли вот фанги то что отослала даже сказали о это такой ну то есть вот и нормально да про страх и волнение это всегда будет здесь наверное смысл в том насколько вы нормально преодолеваете эту границу нормально волноваться ненормально когда вас прям стопит от волнения и вы вообще ничего не можете видеть бывают разные ситуации подумайте о том что все волнуются ну господи мы все волнуются даже чай который вас интервьюирует когда ты тоже так же боялся прийти на эту работу в которую вы пришли и не тоже там очковал возможно ну конечно под разные люди не все очку вот короче и все получится здесь просто идти вперед и идти вперед если вам не хватает еще раз уверенности почитайте книгу максима батарева 45 татуировок личности я не знаю когда я это читал у меня было ощущение что это просто знаете книга которая просто бьет вас по жопе и такая еще там не разослал все свои визитки всем своим людям короче делай короче иди вперед чувак вот примерно вот такая вот тема короче подвели разуме да и это еще раз просто беседование все получится просто вот иди и знаете еще на самом деле когда только начинается интервью в какую-то компанию вы можете спросить а что мне нужно для подготовки то есть что 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 надо и вам дадут весь список того чего вам надо сделать если это большая компания если это поменьше что там конечно же скорее вы уже сразу поболтаете с руководителем там и прочее рассказала все короче ребят я надеюсь видео было интересным не забываем ставить пальчики вверх подписывайся на канал колокольчики обнимашки и все дела и до встречи в следующем видео я надеюсь меня уже будет 1000 подписчиков поэтому я короче сделаю форму форму эту короче господи с вопросом не для 1000 подписчиков и я хочу провести знаете такое это как он называется стрим да ну когда в реальном времени там что-то общаешься не кстати у нас вот с кириллом было созвон и мы верстали и мне прям капец как понравилось это так классно вообще общаться с людьми когда ты понимаешь что там за другой стороне экрана есть люди ну то есть когда ты понимаешь что на другой стороне экрана есть люди и как-то там общаешься вообще это очень круто но просто мне кажется прям вообще огонь поэтому я хочу составить такую тему еще у меня есть относительно идей а давайте я вам ладно сейчас покажу а про то что у меня отвечали на анкету спасибо вообще всем за голосовалки получилось очень круто и я в принципе все пожелания прочитала учла там из таких классных видосиков опрос по роликам и где-то вот это вот респонсов но прям вообще очень круто будем все постепенно буду добавлять на канал пока не знаю возможно может в реальном времени может но все таки как и прошлые видосики более такие концентрированные потому что когда я например рассказываю про всякие синтаксис и прочие штуки я все-таки заранее готовлюсь там читаю материал чтобы там не налепетать все он с 3 короба но то есть я всегда стараюсь все равно подготовиться даже не то что у меня есть опыт но еще посмотреть очень новенького есть и не точно ли я где-то не ошибаюсь в словах поэтому ну вот в таком вот плане чтобы было более концентрированный прикольно вот еще мне была идея попробовать сделать стримы с версткой то есть когда беру какой-то макет и прям с вами верстаю так как я сейчас уже давно скажем вот apple дракона я там верстала каких-то вот на свой сайт и еще один какой-то там по продаже дома вот но тем не менее я чувствую что какие-то вещи я уже начинаю немножко по верстке забывать и мне нужна прям практика классная чтобы это не забывать мне кажется прям надо верстать я думаю устраивать стримы когда прям верстаем живую вместе и как-то смотрим на различные технологии там пытаемся сделать классный продукт то есть я например делюсь с вами тем что у меня есть голове вы делитесь со мной тем что у вас есть на текущий момент потому что уверена у меня вообще очень крутые подписчики ребята если что пишите вниз что вы хотите это но это и формулу с вопросиками тоже ставлю все ладно все пока у меня тут уже 66 минут а всем всем пока до встречи следующих видео с вами была елена литвина ну Субтитры сделал DimaTorzok